Владивосток уж очень долго ждал открытия нового спидвейного сезона. Первая домашняя гонка местной команды «Восток» должна была пройти еще в конце июня, но в итоге перенеслась. Встреча с Тольяттинской мегаладой тоже могла не состояться. Мощный ливень подпортил планы гонщиков. Однако спидвейсты рискнули и решили, быстро обработав трассу, все-таки дать старт заездам. Дождь не напугал и болельщиков. Стадион «Авангард» оказался почти полным. Я думаю, что это показатель того, что спидвей – это любимый вид спорта в городе Владивостоке. Я думаю, что если бы погода была лучше, трибуны были бы вообще полные. Сам же командный чемпионат России начался еще в конце мая. За несколько гонок наш соперник Мегалада вышел на первое место в таблице. А вот «Восток», увы, к домашней гонке пришел на предпоследней строчке. Результат во многом закономерный. Дело в том, что Владивостокский клуб в этом сезоне максимально омолодился. Самому старшему гонщику Вадиму Тарасенко 23 года. Но юниоры сильные. В копилке уже первые два места первенства России. Ну, состав у нас молодой. Многие ездят не так давно. Это также я, Павел Лагута, Виталий Котляр, Кирилл Хван. Занимаются не так много. Ну, ничего, мы стараемся. А вот Мегаладу сегодня называют едва ли не сборной России. Неудивительно, ведь тут уйма мастеров спорта, которые и вправду защищают честь страны, на европейских соревнованиях. Бороться нашим юниорам против взрослых парней, возможно, поможет нововведение чемпионата. Шансы выпустить на трассу так называемого «джокера». Когда разница между командами достигает шести очков и более, я имею право выпустить «джокера», то есть одеть любому спортсмену зеленый нашлемник, и очки, которые он привезет в этом заезде, умножаются на два. Двойной бонус в гонке решили доверить Павлу Лагути. Но, увы, ни «джокер», ни домашняя площадка не помогли «Востоку». Встреча между приморцами и волжанами закончилась победой гостей при счете 37-54. Лучшим в составе хозяев стал Сергей Логачев. У гостей же больше всего очков набрал Ренат Гафуров. Следующую гонку наша команда проведет вновь на «Авангарде». 26 июля в гости приедет клуб «Октябрьский». Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.